Синоптики прогнозируют в Тверской области новое похолодание. Поэтому дачникам пока стоит подумать о том, как укрыть уже распустившиеся от аномального апрельского тепла растения. Чем погоду удивить жителей региона на грядущих майских праздниках, узнал наш корреспондент. Жители Тверской области синоптики предупреждали о похолодании еще несколько дней назад. Уже на 1 мая, когда тверичане потянулись на дачу и на природу, погода, как назло, стала портиться. Конец апреля радовал жителей региона по-настоящему летним теплом. Но на майские праздники такого счастья ждать не стоит. Погода нас в очередной раз подведет. Особенно тех, кто запланировал отдых на природе или садово-огородной работы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода будет неустойчивая, ветреная, с осадками. Температура воздуха днем не выше плюс 10 градусов, а ночью и вовсе ниже нуля. Самые холодные дни 5 и 6 мая. С 5 числа мы уже будем в зоне холодного атмосферного фронта. И 5, 6 и 7 числа все осадки, которые будут идти на территорию нашей области, будут в виде дождя и не исключен мокрый снег. Начиная с 8 числа, опять же говорю по предварительным прогнозам, есть вероятность, что будет устанавливаться антициклон, и температура воздуха постепенно начнет повышаться и в ночные, и в дневные часы. В этом случае синоптики прогнозируют ночью температуры выше нуля, а днем в районе 15. Кстати, эти показатели чуть ниже нормы, при том, что все предыдущие месяцы этого года, включая апрель, были теплее обычного. Температура у нас все 4 месяца значительно выше нормы, от 1,5 до 2 градусов, в принципе, это как бы уже значимая цифра. Все 4 месяца по количеству осадков у нас выше нормы, хотя в апреле месяце как бы так, большая часть области у нас количество осадков ниже нормы. Каким в целом будет май, откроет ли он купальный сезон, пока синоптики прогнозировать не берутся. Но предупреждают, что распустившиеся раньше времени от небывалого апрельского тепла цветы и рассаду лучше на время похолодания укрыть. Впрочем, удивляться снегу в мае жителям Верхневолжья не приходится. Такие дни в предлетний период случаются из года в год в средней полосе России. Чего уж говорить, тверичане вспоминают июнь 2014, когда мокрый снег неожиданно укрыл зеленые грядки. Начало мая было холодным и в 2017, и в 2022 годах.